Здравствуйте, меня зовут Диана Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD, мне 37 лет и я персональный покупатель. Сегодня я записываю видео в своей спальне, потому как хочу посвятить тему ошибкам, которые я совершила, оформляя интерьер в своих обеих квартирах, но больше всего ошибок, как это ни странно, скопилось именно в спальне. Именно на них я хочу обратить ваше внимание, именно их, возможно, вам удастся избежать, посмотрев это видео. Итак, я очень часто говорю, обращаю внимание, что если вам нравится минимализм, если вы хотите упростить интерьер в вашем жилище, в вашей квартире, в вашем доме, то вам нужно полюбить светлые цвета, желательно белый цвет. И именно этого не произошло, когда я оформляла кровать, когда я покупала текстиль на кровать, на кровать в свою основную спальню. Я купила самое разное, самое разное постельное белье, сейчас оно уже было использовано, переиспользовано, либо я от него избавилась, но одеяло, подушки, пледы и так далее, они, в общем-то, остались тех цветов, каких изначально я их выбрала. И хочу сказать, что себе я, безусловно, благодарна, что не выбрала какие-то более яркие цвета, все-таки достаточно приглушенные серые оттенки и бежевые оттенки. Но хочу в который раз обратить ваше внимание, что если бы весь этот текстиль в той же самой фактуре, в тех же самых материалах был только в белом цвете, кровать бы смотрелась очень-очень хорошо, красиво, очень минималистично, и мне бы она доставляла, на самом деле, больше удовольствия. Также хочу обратить ваше внимание на лампу, которая стоит слева от меня, возможно, для вас это право. Это прекрасная лампа, это модель Твиги, была изначально разработана архитектором, почитайте, очень интересно у нее история, как она создавалась. Изначально архитектор, который работал для Фоскорини, придумал лампу, которая бы имитировала удочку. Фоскорини приложила все свои инновативные технологии, чтобы воплотить идею этого архитектора, этого дизайнера. И так родилась лампа Твиги, которая очень популярна, на самом деле, вошла в историю архитектуры и дизайна. И потом появились ее братья и сестры, если так можно сказать, и появились лампы для прикроватных тумбочек, появились также настенные светильники, появились также потолочные светильники. И модель также называется Твиги. Лампа, это прекрасно, повторюсь сама по себе, она очень мне нравится, я сама ее выбирала, и была она куплена, в общем-то, для моего супруга. С моей стороны, такой лампы не имеется. Он сказал, что он хочет читать по вечерам, и лампа на тумбе ему просто необходима. Хочу сказать, что эта лампа не использовалась ни разу, и в нее даже не вкручены лампочки. Это значит, что это одна из тех покупок, которые были сделаны с прицелом на будущее. И очень часто, когда мы совершаем вот такие покупки, нам это в будущем пригодится, очень часто эти вещи могут нам никогда не пригодиться, либо пролежать очень долго, занимать очень долго наше пространство, а также требует наше время для ухода за собой. Но, тем не менее, пригодится нам буквально через несколько лет. Так же, наверное, случится с этой лампой. Первый раз, когда мой муж включит и почитает при помощи этой лампы, наверное, пройдет еще, ну, еще, наверное, очень много лет. Соответственно, вот такая покупка, она была совершенно не нужна, она загружает пространство, она загружает мне поверхность, и с нее периодически вынуждена стирать пыль. Поэтому мой искренний совет не покупать вещи, которые, возможно, вам кажутся функциональными, но, возможно, пригодятся только в будущем. Еще одна ошибка, которую я совершила, я повесила вот такую большую картину, ее размер метр на метр пятьдесят, на маленькую стену. Я уже говорила, что если стена маленькая и помещение маленькое, то желательно выбирать и маленькие объекты, если мы хотим ими украсить. Здесь идеально бы, на мой взгляд, смотрелись небольшие рамки для фотографий, в которые бы я могла поместить, допустим, фотографии цветов, которыми я увлекаюсь фотографией цветов. Соответственно, я сама их фотографирую, потом могла бы распечатать в черно-белом варианте. Это смотрелось бы здесь очень-очень хорошо. Вот буквально три рамки для фотографий в ряд бы повешены, на мой взгляд, смотрелись бы очень минималистично и очень стильно. Но гвозди я прибивала сама, прибила шесть гвоздей, чтобы такую тяжелую картину повесить, соответственно, теперь эта картина здесь висит. Также одна из ошибок, которые я совершила, от которой, в общем-то, предостерегала вас уже в другом видео, я повесила эту картину, где уже очень большой объект на стене висит. И в данном случае это батарея. Я говорила, обращала ваше внимание, что батареи, розетки, выключатели, а даже дверной проем могут служить уже самостоятельным элементом на пустой стене. И вешать какой-то декор на такие стены крайне нежелательно, потому как на самом деле наш глаз будет уставать, он будет улавливать несколько объектов. И если мы любим минимализм, если мы любим разгруженность в пространстве, то на все это интуитивно, на подсознательном, возможно, даже уровне мы будем тоже реагировать, и нам будет казаться, что пространство излишне загружено. Хочу обратить ваше внимание на позитивный момент, который есть именно в этой комнате. Мебель, прикроватная мебель, а также вот этот, наверное, комод, его можно назвать за моей спиной, они выполнены из очень гладкого, возможно, это шпон, возможно, это некое покрытие, возможно, даже это некая бумага ламинированная. Сейчас я не скажу, не знаю, и это не суть важно. Но очень важно обращать на это внимание, если на полу у нас имеется какое-то текстурное покрытие, например, это камень, что в спальнях редко бывает, но, тем не менее, речь идет, возможно, о какой-то зоне в прихожей, либо жилой зоне. Либо это дерево, вот оно уже, это покрытие имеет по себе некую структуру, некий цвет разнородный. И очень важно поставить, чтобы не перегрузить пространство, гладкую мебель сверху. Это может быть стекло, это может быть любая гладкая поверхность, может быть гладкий шпон, который не имеет рисунка дерева. И вот этой ошибки мне удалось избежать, но просто по наитию я очень-очень рада. Потом об этом я прочитала в одном из журналов, посвященному... в одном из журналов, который был посвящен интерьеру. Еще одна ошибка, еще одна моя оплошность, которая присутствует в этой спальне, напоминает мне, ну, буквально каждый день о себе, это как раз-таки этот комод. Этот комод также был куплен из боязни того, что мне не хватит места, возможно, моему супругу не хватит места, чтобы хранить какие-то вещи. Хочу сказать, что прикроватных тумбочек более чем достаточно для того, чтобы хранить какие-то личные вещи, какую-то, допустим, пижаму туда положить. А нижний ящик, он, в общем-то, прекрасно помещает в себе постельное белье, сменное постельное белье. И вот этот комод, он совершенно мне не нужен, он забит полностью детскими вещами, сейчас детские вещи я уберу, и, в общем-то, эта вещь будет, точнее, эта мебель, она будет совершенно здесь бесполезна. Она перегружает пространство, потому как она отбрасывает тень, я об этом уже говорила. Она, в общем-то, перегружает пространство просто своим присутствием, и она сужает мне проход. Поэтому я очень жалею, что когда-то не смогла остановиться и купила, скажем так, мебель впрок, которая в итоге мне не нужна. Пожалуй, последняя оплошность, которую я также совершила, и которую бы не рекомендовала совершать никому, в моей ванной присутствуют вот такие открытые полки. Хочу сказать, что вообще открытые полки в ванной – это крайне нежелательный элемент, потому как все объекты в ванной, все те вещи, которые в ванной нам нужны, они обладают, скажем так, малой эстетикой. Это, как правило, стакан с зубными щетками, это, как правило, жидкое, либо кусковое мыло. И большая часть тех вещей, которые мы используем в ванной, на самом деле лучше убирать в закрытые ящики, либо ставить на полки, которые имеют дверцы. Почему-то мне показалось, что вот такие открытые полки, тем более за которыми есть зеркало, это очень-очень красиво. Хочу сказать, что полки, которые непосредственно прилегают к зеркалу, то есть которые своей задней панелью имеют зеркало, это вообще крайне невыгодный для дизайна вариант, потому как они удваивают объекты, которые стоят на этих полках. Я пробовала ставить на эту полку небольшой цветок, но как раз-таки в силу того, что цветок отражается, эффект от того, что цветок я туда поставила, в общем-то, меня никогда не удовлетворял. В итоге эти полки, повторюсь, стоят пустые и не очень они мне нравятся, и крайне я жалею, что я сделала вот такие открытые полки. Поэтому, пожалуйста, если вы приобретаете мебель в ванную, имейте в виду, что открытые полки для ванной, это, в общем-то, прямой путь к загруженности пространства. Вот такие ошибки, такие недочеты я совершила. Желаю вам их не совершать, если вам предстоит переоформление вашего жилища, возможно, полностью обновить мебель в вашем доме. Потому что жить в месте, которое приносит эстетическое удовольствие, это крайне важно. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok